Книга Ионы. Иона. Знамение для последнего времени. Разбираем первую главу, третий стих. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис. Отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Иона. Господь обратился к Ионе. Вот с первого стиха. И было слово Господня к Ионе, сыну Амафину. Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяние его дошли до меня. Так была весть Господу. Идти проповедовать. В Ниневию. Город, где беззаконники. Что злодеяние его дошли до Бога. То есть наполнилась чаша греха. И что Иона? Иона. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Итак, куда он собрался бежать? В Фарсис. Посмотрим места из Писания, связанные с Фарсисом, с этим городом. И будет у нас открытая картина. 1 Коринфянам 9.16. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. То есть это говорит Павел. Горе мне, если я не благовествую. То есть это моя обязанность необходимая. И горе мне, если я не благовествую. Иезекииля 27.12. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства, платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. Итак, Фарсис что? Торговец. В Иезекииле 27 главе и 28 мы видим описание сатаны, Люцифера. Там описание Тира. И это образец, это образ, это описание Люцифера. И мы видим, что город Фарсис, Фарсис торговец твой, по множеству всякого богатства. То есть было множество богатства в Фарсисе. И платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. За товары. Итак, богатства. Богатства им платил за товары. Второе, Паралипоменон 9.21. Ибо корабли царя ходили Фарсис, то есть Соломона. Ибо корабли царя ходили Фарсис с слугами Хирама. И в три года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. Мы понимаем, что нет лишних слов в Писании. Если здесь описано нам, что Фарсис торговец, и что привозили оттуда. Золото, серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. Мы видим, что здесь животные нечистые. Нечистые животные. Я столкнулась с тем, что есть учения такие, как психология людей. И там описано, что кто-то, какой-то тип людей, как слоны, какой-то тип людей, как обезьяны, какой-то тип людей, как муравьи. И еще тогда смутилось у меня все внутри. Я смутилась и обратилась к Писанию. И увидела в Писании, что в Фарсис плыли корабли и привозили слоновую кость и обезьян. А Фарсис, нам образ Писания, это от лица Господа. То есть это не пред лицом Господа. Потому что Иона, он бежал в Фарсис от лица Господа. То есть в обратную сторону. Итак, это учения, психологии, которые ведут от лица Господа. Уводят людей от лица Господа. Иезекииля 3.14 И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчение с тревоженным духом. И рука Господня была крепка на мне. То есть здесь мы видим Иезекииль, он шел в огорчение, чтобы нести весь народу. И рука Господа была крепка на мне. Запомни. Бытие 3.8 И услышали голос Господа Бога, входящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Итак, Адам и жена его скрылись от лица Господа. Видите картину, да? Похожую. Тоже запомним это. Дальше. Еремея 27.9 Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении. Потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем. То есть о Господе. И не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы огонь горящий. Как бы горящий огонь. Заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его. И не мог. То есть здесь мы тоже видим, что Еремия не хотел говорить. Он страдал от этой вести. И в минуту слабости подумал он. Подумал. Смотрите, он подумал только. Не буду я напоминать о нем. То есть я не буду напоминать о Господе. И не буду более говорить во имя его. Но в сердце его как бы горящий огонь. То есть вот внутри его. Заключенный в костях моих. Говорит он. И я истомился, удерживая его. То есть ты не можешь удержать. Ты не можешь удержать эту весть. Это божьи люди, которые так близко с Богом. Они вот в этой плоти вот такие могут иметь переживания. Вот эту борьбу внутри. Они могут иметь поношение. Повседневное посмеяние. Но огонь внутри горит. Так мы видим, что Иона бежал в Фарсис от лица Господня. В Фарсис плыли корабли и богатели от торговли. Фарсис был торговец. Это похоже как Люцифер. Описание Люцифера. Что он возгордился от красоты своей. А давайте-ка откроем. Иезекиилия 27. Иезекиилия 27.12. Фарсис торговец твой. По множеству всякого богатства. Платил за товары твои. Серебром, железом и свинцом. И оловом. Дальше пропустим другие города. 25 стих. Фарсиские корабли были твоими караванами в твоей торговле. И ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Запомним это место. Итак, описание это было о Тире. И дальше читаем 28 главу с 11 стиха. И было ко мне слово Господне. Смотрите, опять горит внутри. Огонь. Слово Божье. Сын человеческий. Плачь о царе Тирском. И скажи ему, так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства. Полнота мудрости. И венец красоты. Ты находился в Эдеме. То есть мы понимаем, что Тир не находился в Эдеме. И царь Тирский тоже. То есть это идет описание сатаны. Люцифера, вернее. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбунколы, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. То есть он сотворенный. И он был прекрасно сотворен. Он был печать совершенства. Ты был помазанным херувимом. Ты был помазанным херувимом. Чтобы осенять. Осенять слово покрывать, закрывать, формировать. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Да коли не нашлось в тебе беззаконие, нечестие, превратность, неправосудие, несправедливость. Итак, беззаконие. В сатане зародился, в Люцифере в сатане зародился грех. Вот откуда взялся грех. Как он там возник, мы не знаем. Но мы понимаем, что Бог дал всему своему творению право выбора. Право выбора любить его. Любить невозможно заставить. Поэтому право выбора было и у Люцифера, который был печатью совершенства. Он был первый сотворенный из ангелов. Он выше ангелов был. И тогда коли не нашлось в тебе беззаконие. Он был совершен в путях. И вот смотрите, что привело его к этому. От обширности торговли твоей, внутренняя твоя исполнилась неправды. И ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечестивого с горы Божией. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, а дам тебя на позор. Тоже описание говорится нам про Вавилон в книге Откровения. Тоже о торговле. Князья разбогатели о торговле с ней. То есть где язык торговли, там везде стоит, смотрите, от обширности торговли внутренняя твоя исполнилась неправды. То есть там, где торговля, где богатеешь ты, то внутренность исполняется неправдой. Кстати, царь Соломон тоже посылал корабли в Фарсис, богател от торговли. И что произошло с его внутренностью? Он отвернулся от Бога. Он стал поклоняться другим богам. Следующее. Итак, он извлечет огонь. Извлеку из среды тебя огонь. Господь извлечет этот огонь. Но скажите, те, которые в Господе, этот огонь им не повредит. Итак, мы видим, что торговля, ну язык этот, да, то есть это слово ключевое, торговля, фарсис, это все от лица Господа. То есть это не воля Божья. Исаия 50, первый стих. Так говорит Господь. Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцам я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Итак, проданы за что? За грехи. Господь не торгует нами. Он не торгует людьми. Вы, говорит, проданы за грехи. За ничто проданы вы. В другом месте так написано. За ничто проданы вы. Господь не продавал. Народ продался за грехи. Да? Он как продан. А что сделал Господь? Он выкупил. Он нас выкупил. Кровью своей. Поэтому Господь нас не торговец. Он не ищет выгоду. Он отдал, наоборот, самое драгоценное, самое драгоценное, самое свое сокровище. Он отдал сына своего, чтобы выкупить нас. Итак, торговля, фарсис – это от лица Господа. Проданы за грехи. Смотрите, здесь описана торговля. Описаны, нечистые животные оттуда привозились. На наше время, если отобразить, то это как ложные учения, как психология, которые уводят от лица Господа. Дальше читаем. Как многочисленны дела Твои. Псалом 103, 24-26. Как многочисленны дела Твои, Господи. Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное. Там присмыкающиеся, которым нет числа. Животные малые, с большими. Там плавают корабли. То есть где? На море. Там плавают корабли. Там этот левиафан. Морское чудовище, которого Ты сотворил играть. Вот это слово «играть» означает смеяться, улыбаться, забавлять, развлекать, играть, веселиться, шутить. Играть, плясать, танцевать, насмехаться. Итак, добавляем к нашему выводу. Корабли плыли форсис по морю. Форсис-торговец богатели через эту торговлю. И от обширности торговли внутреннее исполнялось неправды. То есть это от лица Господа. И что мы здесь видим? Что великое море, пространное, там присмыкающийся, которым нет числа. Животные малые, с большими. И там, то есть в море великом, корабли. Там этот левиафан, морское чудовище. Где оно? В море, там где плавают корабли. И это всё сотворённое. Богом сотворённое. Вы смотрите, здесь так описано. Вот мы в Эзекииле прочитали, что он сотворён совершенным. Да, Люцифер? Он был совершенным. Он печать совершенства был. И что с ним стало по его выбору? От обширности торговли, да? И от красоты его возгордилось сердце его. То здесь мы тоже видим, что Бог сотворил. Он всё прекрасно сотворил. Мы видим здесь духовный смысл описан нам. Что в этом море плавают корабли. Левиафан, то есть морское чудовище. И что он там делает в этом море? Играет. Смеётся, улыбается, забавляется. Развлекает, играет, веселится, шутит, играет, пляшет, танцует. На что это похоже? Насмехается. Это похоже на ложные учения, которые заставляют людей смеяться, улыбаться, забавляться, развлекаться, играть, веселиться, шутить, играть, плясать, танцевать. Видно, что в центре этого человек. Человек. Ну, сатана и человек. Почему? Потому что ложные учения, которые от сатаны, что делают? Они как опьяняют. Мы же в книге Откровения читаем, где написано, что блудница напоила вином блуда своего все народы. Народы – это море. И она напоила все народы вином блудодеяния, то есть ложными учениями. И что это вино делает? Люди смеются, улыбаются, играют, веселятся. Им так весело. Они пляшут, танцуют и насмехаются над теми, которые отделяются от этого мира. Ну, как понять отделяются? Живут в мире, но не от мира сего. У них интересы другие. У них Бог в центре всего, а не человек. То есть мы видим, что корабли, которые плывут в фарсис, корабли – это образ церквей, церковь. И они богатеют, то есть идет продажа, проданы за грехи. Напьются вина, блудодеяния, продаются за грехи, грешат. И это все от лица Господа. Бытие 1, 21. Сотворил Бог рыб. Рыб – слово стоит там, морское чудовище. Дракон, змея, шакалы, гиены, крокодил, бегемот. Вот это все образ, который нам описан в понимании сатаны в мире. Так? На этой земле. Мы дальше это увидим. Итак, Бог сотворил рыб. Мы когда изучали эту главу, мы обратили внимание, что Бог сотворил рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. То есть Он сотворил все прекрасно. Он и змея в Эдемском саду сотворил прекрасно, да? пока не вошел в него сатана. И мы обратили внимание, что Бог сотворил рыб больших. А когда Он благословлял Адама и Еву, плодитесь и размножайтесь и владычествуйте над рыбами морскими, то там уже не стоит большими. И понимание приходит нам, что тогда над большими рыбами не было владычества человека. А в конце времени в Иисусе, в Господе это будет. И мы это дальше увидим. Иезекиелия 32,2 Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему, ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Запомним еще, к нашим выводам добавим, что чудовище морское, чудовище в морях написано. Это говорится о фараоне, царе египетском. И образ нам это неверие. Неверие. Итак, фараон, царь египетский, как чудовище, как молодой лев между народами, запомните эти ключевые слова, как молодой лев между народами, и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. То есть, мы видим здесь противоположный образ Богу. Так? То есть, мутить воду, делать ее грязной. Еремия 51, 33, 36. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дочь Вавилона, подобно гумну, во время молодьбы на нем. Еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня, 34 стих, пожирал меня и грыз меня на выхода носор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Итак, царь Вавилонский, как дракон, царь египетский, чудовище, как чудовище морское, царь Вавилонский, как дракон, это все одно. Когда Господь сотворил все, большие рыбы, это и морское чудовище, это и дракон, и змея, и шакалы, и гиены, все это слово стоит. Запомним, фараон египетский, это неверие, как чудовище в морях, и Вавилонский царь, то есть дочь Вавилона подобно гумну, вавилонский царь, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня как дракон, вот он что делает, он опустошает, опустошает своими ложными учениями, как дракон, ну, как сам сатана, то есть через Вавилон сатана опустошает, через Египет приводит в неверие, да, и везде он как скрывается, он как скрытый, все смеются, веселятся, хохочут, богатеют, прекрасно жить, а за этим что скрыто, за этим сатана опустошает людей, напаяет их вином, чтобы они хохотали, вином блудодеяния, то есть ложных учений, психологии разной, искусственную радость преподносит им, и они с удовольствием вкушают и продаются за грехи, и дальше что говорит Господь, 35-й, обида моя и плоть моя на Вавилоне скажет обитательница Сиона, кто скажет обитательница Сиона, то есть кого он поглощать хочет, то есть на что его цель, чтобы никто не взошел на Сион, чтобы все были погружены в этом море, в этих торговле, в этой торговле, в этом веселье, радости, танцах, пляски, чтобы опустошить, чтобы не было веры. И что скажет обитательница Сиона? Она скажет обида моя и плоть моя на Вавилоне и кровь моя на жителях халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь, вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя и осушу море его и осушу каналы его. Вот он что сделает. Он вступится за свой верный остаток. Потому что Вавилон будет обижать и будет плод съедать. Ну, так скажем, да? То есть будет мучить, мучить, насмехаться, причинять боль. И все это будет так выглядеть, чтобы это выглядело так ужасно. И среди вот этого веселья, радости, танцев, что вот этот остаток верный был каким-то таким, что совсем неприглядным, в неприглядном свете. То есть никому не захочется, чтобы никому не захотелось быть среди этого остатка. Но те, которые познают Господа, в них горит этот огонь любви, они восходят на эту гору, и им открыто. Господь открывает это покрывало. Он открывает это чудовище морское. Он открывает из Писания своего, к чему приводит торговля. И что там в Фарсисе и в этих морях, где радуется и веселится морское чудовище. Там морское чудовище среди народа. Но если море это племена и народы, то в этом народе и в племенах морское чудовище Левиафан. Он играется там. Этот падший Люцифер, который сам возгордился от красоты своей и от обширности торговли его, внутренней его исполнилась неправды. И он делает себе подобных. И Офа 1.12 И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел Сатана от лица Господня. И Оф 2.7 И отошел Сатана от лица Господня и поразил Иова проказу лютую от подошва ноги его по самое теме его. И везде здесь ключевые слова. Смотрите. И отошел от лица Господня. Сатана отошел от лица Господня. То есть где находится Сатана? В морях, среди народов и от лица Господня. То есть не перед лицом Господнем. Он все время сзади, он прячется. А Господь открывает, как Иову Он открыл, что кто причинил ему боль, кто сделал ему зло. Господь позволил для славы, для того, чтобы испытать веру Иова, чтобы прославиться, прославить Иова, сделать его совершенным через это. Он открыл ему, он снял покрывало с сатаны. Он открыл Иову, и это была победа. Бог сам явился Иову и открылся ему. И посмотрите, что сделает сатана от лица Господа, когда отходит. Он сразу поражает Божьих людей. Сразу их поражает. Проказую лютую. Он так ненавидит Бога и людей. Итак, что он делает в морях? Вот этими ложными учениями, вот этой торговлей уводит людей от лица Господа, опустошает их, чтобы в них не было веры, чтобы в них вместо веры было беззаконие и чтобы они исполнились всякой неправды. И корабли, то есть церкви, плавают от лица Господня, туда-сюда богатеют, фарсисы обратно, вот этим всей нечистотой и продают, продают за грехи. Дешево покупают людей, покупают людей сатана за грехи, ни за что продают ему их. Итак, Господь позволил сатане прикоснуться к Иову, к ему возлюбленному Иову, и тот поразил его, то есть поглотил его, поразил его от подошвы ног до самого темя его, то есть полностью, это как в смерть. Иов, 40 глава, здесь сам Господь явился ему, Иов верил, он до последнего верил, что он увидит его, он увидит его своими глазами Господа, Господа своего Спасителя, он увидит его, он верил в это, он ждал этого, и его мечта исполнилась, и сам Бог явился ему, и говорил ему, и говорил ему такие слова, можешь ли ты удою воспитывать, вытащить Левиафана, то есть это Иова 40 глава с 20 стиха, 20 стих, с 20 по 26, можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его, смотрите, он задает вопрос, но этим самым он открывает сатану, то есть Бог задает вопрос, и ты имеешь внутри себя ответ, причем такой обширный, потому что словами даже это бы уменьшило обзор, он говорит ему, можешь ли ты удою, то есть это слово означает воспитывать, можешь ли ты воспитывать Левиафана, чудовище морское, и веревкою схватить за язык его, то есть измерить меру длины злословия его, можешь ли ты, и уф, после такого вопроса, конечно же, внутри себя очень широко понимает, что конечно нет, это только Бог темогущий, Бог сотворил все, и все под его контролем, и над этим мы не можем владычествовать, он показывает это, и не для того, чтобы нас унизить, а для того, чтобы нам открыть сатану для победы, он открывает нам, что только он может его победить, а уже в нем и все, кто в нем, все победители, те, кто в Иисусе, они победители, и здесь он в любви открывает Иову, что он может, он может воспитывать Левиафана, это чудовище морское, измерить меру длины злословия его, 21, в день не шли кольцо в ноздри его, проколи шли иглою челюсть его, то есть в денеж, то есть ставить знак, ставить знак на гневе его и нечистоте, и нечистой птице, тут вот еще указано, гнев, вот в ноздри, это гнев нечистой птицы, проколешь ли иглой челюсть его, и этим самым Иов, и мы вместе с Иовом начинаем понимать, Бог открывает сатану не для того, чтобы мы ужасались, он открывает его нам для того, чтобы мы поняли, что все под контролем у Бога, чтобы мы полностью уповали на Бога, что мы пройдем это испытание и победа будет от Господа, но нам нужно пройти, нам нужно отделиться от этого мира, нам нужно прилепиться к Господу, влюбиться в него, и он показывает, что он только может поставить знак на гневе на нечистой птице и проколоть иглою челюсть его. 22. Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобой укротка мягко и нежно? Конечно, нет. Ты не сможешь заставить морское чудовище, то есть сатану, дьявола, говорить с тобою мягко и нежно, ты не сможешь его заставить и умолить, упросить ты его не сможешь. Следующий сделает ли он договор с тобой и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою и свяжешь ли его для девочек твоих? Итак, ты с ним не сможешь договориться и не сможешь взять его себе в рабы, он не будет тебе служить, то есть ты не сможешь над ним господствовать, он не будет тебе рабом, сатана, сатану невозможно взять себе в рабы и договориться с ним, и смеяться с ним, забавляться, как с птичкою, это только он может смеяться, как мы уже выше прочитали, и упоить людей вином блудодеяния, чтобы они забавлялись, смеялись, надсмехались над истинно верующими, над истинно и над Богом, и над Словом Божиим, и над Иисусом Христом, вот настолько опьянение происходит, поэтому Бог и говорит, чтобы мы не упивались вином, а исполнялись Духа Святого, Двадцать пятый Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами, и так ты с ним не сможешь торговаться, и в Откровении восемнадцать два И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, пал, пал Вавилон, великая блудница, сделал все жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И так яростное вино блудодеяния она напоила. Вавилон, великая блудница, это жилище бесов и пристанище всякому нечистому духу, всякой нечистой отвратительной птицы. То есть сам сатана действует через Вавилон. Вавилон это, как мы прочитали, дракон, как сам сатана и дочь Вавилона. 26 стих. А, еще местописание насчет торговли. Еремея 5, 27. Как клетка наполнена птицами, да мы их полны обмана. Через это они и возвысились и разбогатели. То есть через обман происходит торговля и они обогащаются через обман, через ложь, через вино ложное учение. 26 стих. Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьи острогою? Итак, здесь Господь открывает нам книгу Откровения. Он говорит о Голгофе и полной победе, о судном дне, о дне искупления, об изглаживании грехов. То есть Бытие 3, 15. И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Это Голгофа, это победа на кресте. Сын Божий поразил его в голову. Поэтому Бог, разговаривая с Иовом, он открывает сатану и открывает победу над ним. Что мы не можем, Иов не может поразить его в голову. Нам нужно успокоиться в Господе. Нам нужно довериться ему, уповать на него. и он пронзит голову сатане. Он будет поражать его в голову. И 27 стих. Клади на него руку твою и помни о борьбе вперед не будешь. То есть ты помнить о борьбе более не будешь. Клади на него руку твою. Это Йон-Кипур судный день, день искупления и сглаживания грехов. Два козла. Один для Господа, один Азазель. Итак, и ты помнить о борьбе уже не будешь. Исайя 27,1. В тот день паразит господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиафана змея прямо бегущего и левиафана змея изгибающегося и убьет чудовище морское. Господь паразит мечом своим тяжелым большим и крепким. Смотрите, тут написано левиафана змея прямо бегущего и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Это все говорится про сатану. Это нам образы сатаны. И что сделает Господь с ним? Он поразит его мечом своим тяжелым. А для нас, уповающих на него, живущим под кровом Всевышнего, что он дает? Какое благословение? Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, и говорит Господу, прибежище мое и защита мая, Бог мой, на которого я уповаю». То есть уповать, вот это слово, оно означает уповать, полагаться, быть уверенным, доверяться. Вот те, которые живут под кровом Всевышнего, те, которые уповают, полагаются, уверенные в Господе, которые доверяются Господу, уповают на него. Он обещает. И в 13 стихе, мы только сегодня выделяем наши ключевые стихи, в 13 написано, какое он обещание нам дает? «На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Итак, те, которые не в мире, не в этом море плавают и богатеют, и смеются, и хохочут, которые только для своего желудка живут, а для тех, которые под его покровом, которые на него уповают и полагаются, которые опираются на слово его, которые уверены в нем и доверяют ему полностью, он обещает, что на Аспида и Василиска наступишь, и попирать будешь льва и дракона. Слово «наступишь» – топтать, попирать, затаптывать, растаптывать. Льва и дракона – еще это слово означает «морское чудовище», дракон, змей. Итак, это предложение еще раз. На Аспида, то есть на змея, на кобру и на льва наступишь, будешь топтать, попирать, затаптывать, растаптывать. Кого? Льва и дракона, морское чудовище, дракона, змею. Вы понимаете, это как? Это под кровом его, это во Христе. Он поразил его в голову, он победитель. И во Христе, не в кораблях, которые плывут и богатеют от неправды, упоенные вином блудодеяния, а в Господе, над которыми смеются те, попирают те за веру, хотят опустошить и плоть съесть. Но Господь вступится. Во всем Писании мы видим, все, кто уповали на Него, никто не постыдился. Что обещал Бог, то исполнил. И что обещает Бог, то исполнит. А у нас только вера крепнет. Чем дольше времени Бог дает нам испытания, тем сильнее вера наша крепнет, и тем прекраснее встреча с Господом будет. Псалом 138, 7, 12. Куда пойду я от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Ну и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Аминь. Итак, от лица твоего куда убегу? Говорит Давид. Поэтому хочется сказать, что плыть в фарсис от лица Господа, как это делал Иона. Это большая глупость. Куда можно убежать от лица его, да? Откровение 12.3.17. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, с десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Девятый. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Вот здесь хочу немного остановиться. Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. То есть он обольщал всю вселенную. А что такое обольщение? Это, может быть, 90% правды и 10% лжи. Итак. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю. И ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Он клевещет. Он был клеветником. И он клевещет на народ Божий. Пред Богом, да? Только раньше он был пред лицом его, а сейчас? Сейчас он осуждает народ Божий, говорит ложь, лжесвидетельствует. Он лжесвидетельствует, он клевещет на них. А как они победили? Те, на которых он клевещет. 11 стих. «Они победили его кровью агонца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот она победа от Господа. Кровью агонца на кресте наш Господь, как агнец закланный, он на кресте поразил сатану в голову, и он только жалит в питу. И во Христе он дал победу тех, которые под кровом его, которые уповают на него, которые в нем, которые сделали его прибежищем своим. Он только надежда, истина, путь. Те, которые уверовали в него и ожидают его, он им дал победить. Итак, они побеждают кого? Сатану, дьявола, кровью агонца и словом свидетельства своего. Они побеждают верою в Сына Божьего, в пролитую кровь искупления, в то, что Сын выкупил нас. Мы ни за что были проданы, а теперь выкуплены драгоценную кровью Иисуса Христа. И мы имеем обетование, и когда нам трудно, мы говорим эти обетования, мы веруем в Сына Божьего, мы ожидаем Его и говорим эти обетования, говорим это Слово Божие, и мы побеждаем Его. Мы Его побеждаем, мы Его поражаем, мы Его попираем. Бог обещает это, и Он исполнит. Аминь. Мы не идем против Него с мечами и ножами и копьями. Мы против Него, как сражаемся, кровью агонца и Словом свидетельства Своего. То есть мы свидетельствуем в том, что мы веруем в Сына Божьего. Мы веруем в Слово, написанное для нас. Мы веруем, потому что мы знаем Его. Аминь. И так веселись, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени. И так он в море, как чудовище морское, как крокодил. На земле он, как нечистая птица в воздухе, и на земле он, как шакал, как змей. И все это образ сатаны. И он не всеведущий, и он не вездесущий. Откровение 13.1. «И встал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя семью головами с десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные». Итак, на песке морском и из моря выходящий зверь. Это еще одно, еще один образ сатаны, еще имя его. «Из моря зверя семью головами с десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные». То есть он богохульствует. Он тайно действует через падших людей. И богохульствует. Божье называет дьявольским, а дьявольское называет Божьим. Откровение 13.11. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агончим, и говорил, как дракон». Итак, от дракона «Зверь из моря, зверь из земли, и все они говорят, как дракон». Богохульна. То есть имена богохульны – это характер такой, характер самого сатаны. Сам сатана через них действует. Откровение 16.13. «И увидел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Итак, одно. Они все говорят, как одно. Они едины. Они все говорят, как дракон, как сам сатана, и имеют богохульный характер. Откровение 17.1. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чашек, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих». Итак, чаша исполнена, преисполнена, и придет суд над великую блудницей, над Вавилоном, над чудовищем морским и над красным драконом, над самим сатаною. Придет суд, и Господь покажет. И эта блудница Вавилон и дочери Вавилона, сидят на водах многих. Они высиживают эти народы. Они царствуют. А кто в этих морях, в многих водах? Это народы и племена, упоенные вином ее блудодеяния, ложными учениями, ложными поклонениями. Обольщенные, несчастные люди, которые искусственно смеются и наслаждаются жизнью. Ими забавляется сатана. Откровение 17.15. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Откровение 2.16. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Это послание Пергамской церкви. Говорит ангелу Пергамской церкви. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». С кем? Учение Николаитов. Выше мы прочитали, что Господь в тот день, вот Исаия 21.27.1, «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». И здесь мы тоже читаем тоже ключевое слово. «Сражусь с ними мечом уст моих». То есть вот он меч. С кем сразиться? С учением Николаитов. С теми, которые несут это ложное учение. Это как поражает этим самым, он как поражает большим крепким мечом Левиафана, чудовище морское. То есть самого сатану. Откровение 22. «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана, и сковал его на тысячу лет». Итак, Господь возьмет змея древнего, этого дракона, который есть дьявол, и сатана и скует его на тысячу лет. И дальше мы знаем, из среды же его он возьмет огонь и не будет его, да? Он будет как прах, как пепел. Вот такой конец у сатаны и такой конец у всех, которые к нему прилипнут, которые плавают в этих морях, напоены вином, богатеют от обширности торговли, исполняются неправды и оскверняют святилище всякой неправдой. Итак, Иона, и встал Иона, чтобы бежать фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними фарсис от лица Господа. Мы разобрали только этот стих. Дальше мы будем понимать, что ждет фарсис и что бывает вокруг пророка Божьего, когда он плывет от лица Господа. Помним о том, что написано в самом начале, что было слово Господа к Ионе, чтобы он шел в Неневию, город великий, и проповедовать в том городе великом, ибо злодеяния его дошли до меня. То есть он поднимает, он воспитывает, он взращивает таких, как Иона, для того, чтобы проповедовать в городах, в которых злодеяния дошли до Господа. Проповедовать среди этого моря, где играется морское чудовище сатана и вместе с ним смеются и хохочут напоенные вином и богатеют от всякой неправды. Господь готовит народ свой, делает его крепким, как алмаз, проповедовать, говорить слово Божье к этому падшему человечеству. Слава нашему Господу!